Всем привет, это канал о моде с Олегом Шикарцева, и я, Гоша Карцев, который говорит в кликер. Это рубрика «Угадай звезду по фото», точнее, по одежде. Мы будем смотреть на картинки знаменитости, лица не будет видно, будет оно закрыто грустным смайликом, наверное. Мы будем понять по одежде, можно определить, кто это или нет. Сегодня мы обсуждаем, и вы с нами играйте, и комментируйте вообще. Сегодня мы обсуждаем не просто знаменитых людей, а сильных знаменитых женщин. И для этого в этой неловкой позе приглашена создательница лимонадов «Река», девушка, которая дружит Ксении Анатольевной, кто бы это ни был. И, конечно же, вообще умная, редко умная дама в медиапространстве России, Ксения Владимировна Дукалис, дорогие друзья. Хлопаем невероятно. Ксения, что такое у тебя в руке? Это лимонад «Река», который мы будем сегодня пить. И я сейчас его открою своим, так сказать, сердечком. Каким образом? Смотрите, скоро тебя ждет этот кулон из серебра. Я не шучу, он, кстати, реально из серебра. Реально? Я не шучу. Я не шучу. Я не шучу. Мози. Мози? Это тот, который был у меня... Ты только зубы си не выручешь. Перейдешь офигенно, да. Блин, такая удобная открывашка и вроде бы подвеска. Такая суперская, да. Такая красивая и практичная. Друзья, это про нас. Мы, кстати, мхат заканчивали. Мы просто оскравили. А у тебя какой аромат? У меня вишня, розовый, перец, розы. Абрикос, апельсин, пихта. Есть, у тебя новогодний практически. Кстати, напиток натуральный не содержит добавления сахара. Так и есть. Ой, как хорошо. Сейчас будет новый вкус, кстати. Вот я уже... А что ты так... А у тебя свисток же не намалеван. Ты-то почему так пьешь? Я хотел как Синди Кроуфорд рекламе Пепси. Или что там она рекламировала? И делал контент. Ой, это напоминает мне что-то из детства. Вот это? Угу. Ссылочка на... А везде где продается? Везде. Скажи, где продается. Продается. Яндекс.Лавка, Яндекс.Маркет, Озон, Перекрестки. Так что везде, друзья. Везде. Amazing. Для коктейлей топ. Скажи, что такое женщина реально? Что такое женщина? Ну... Актриса, во-первых. Это актриса? Это да. А сильная женщина? Это актриса с Оскаром. Это Марио Стрип, естественно. Слушай, ну мне кажется, сильная женщина, которая выходит за привычные рамки, умеет совмещать работу, семью и вообще все, что только можно. И при этом для меня остается все так же шикарно. Вот это не обязательно красиво, конвенциально, но вот у нее должен быть какой-то, знаешь, шик. Вот что-то, вот какое-то... Какое слово ты использовала? Шикарно. Как тебе такое? Ты думаешь, я слово шикарно не понял? Мне кажется, оно прекрасно. Я с бабушкой сегодня разговариваю утром. Чувствуешь след? Конфи-конфи-конфи-шо? Конвенциально. Это что значит? Конвенциально, но это вот как модель образная Виктория Сикрест. То есть очень такая массово коммерчески успешная, понятная красота. Вот сейчас конвенциальная красота это что будет? Ну, такой вот губоньки, скулочки, такой... Патриаршие бруды. Ну вот, да. То есть вот когда... Где ты живешь, собственно? Ну да, где я их всех вижу. Они все красивые. Выходишь от хирурга, и они там такие пуп-пуп-пуп-пуп. Я понял, я понял. Сегодня мы попробуем понять, правда ли одежда является инструментом для достижения целей. Хорошая идея. Учитывая наших героинь, мы взяли разные сферы. Там будет политика, арт, мода, медиа. Погнали? Да. А, смотрите, вы все, вы с нами гадаете. Пишите, соглашайтесь, комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайк. Смотрите мое интервью у Ксюши. Мы там орали друг на друга, обсуждали... Это же не интервью, как назвать? Ну, подкаст, мы просто разговаривали. Ну да, мы болтали очень насыщенно. Одно из моих крутейших интервью этого года, правда, могу сказать, где я был, про культуру отмены. И оно очень актуально. Поэтому, да, посмотрите, пожалуйста, там Канье и бедненький. Мы его все прям... Мы такие... Да-да-да, именно так. У нас будут карточки. Мы будем оценивать стиль просто. Нравится, не нравится? В конце мы выберем, зачем нам голосовать, да? В конце мы узнаем самых крутых, сильных женщин по... По мнению... По мнению нас. Yes. Да, и досматривайте, узнаете согласно вас с нашим списком. Составим топ-3. Ну, это, блядь, Тейлор. Ну, это ее... Да-да-да-да. Это я прям... Отлично, я угадаю. Это, блядь, Тейлор. Чисто, знаешь, вот это. А почему ты угадала? Ну, потому что я смотрела ее уродливые костюмы. Ну, мне не... То есть, смотри. Нет, это вообще. Тейлор Свифт и мода, это, блядь. Да, ну, как бы... Она и не... Вот это ее новый парень, замечательный Келси. Что я могу сказать? Ну, это вот... Анна Асилотс просто. Короче, это народное. Я не хочу сказать, что народ это плохо, но это вот, знаешь, сделано прям в массу. Короче, вот это, кстати... Это вот она пошла с подружками. Это, кстати, не так уж и на фоне... Да, нет, casual... Casual нормальный. Нормальный, она может, блядь. Но сцена, визуалка, все вот это... Сценические, пи***ц. Я даже не понимаю, кто... В жизни она никогда выходит гулять же по Нью-Йорку. Они же там ходят вот этой вот командой из серии «Она». Да, да. Там ее и подружки... Они вообще хорошо выглядят, но сценически не очень. Ну, тур, да, конечно, это все суперкруто, но... Ну, ладно. Короче, визуально не туда. В общем, это тоже... Я все чаще сталкиваюсь с людьми, которые находятся в терапии. Я и сам неоднократно посещал сессии с психологом. Мне это помогло в свое время выявить депрессию, выйти из нее и разобрать многие конфликты и обиды, которые у меня были. Научиться слушать себя и понять, что такое личные границы. А не так давно выявить кризис среднего возраста и долго, и плодотворно над ним работать. В работе с терапевтом нет ничего негативного. Это как спортзал, только для головы. Когда ты разгружаешься и не выливаешь все на себя и остальных. Ментальное здоровье — это супер важно. Если вы в поисках опытного специалиста, советую воспользоваться Ясно. Это самый крупный в России сервис видеоконсультации с психологом. Круто, что он автоматически подбирает специалистов, учитывая запрос, удобное время и желаемый пол. Мне нравится, что у некоторых терапевтов есть видеовизитка. Можно заранее понять, подходит себе человек или нет. У всех специалистов есть высшее профильное образование и опыт работы свыше трех лет. Про каждого можно прочитать в анкете. Ясно позаботиться о том, чтобы вы себя чувствовали комфортно и безопасно на сессиях. Введите при регистрации промокод «Карцев» и получите скидку 20% на первую сессию при регистрации. Ссылка в описании. А это кто у нас тут такой? Не знаю, Риана. Абсолютно верно. Это Крис Дженнер. Ой. Сильная женщина, Крис. Да, пи***ц. Во-первых, ее жизнь, конечно, помотала. Скорпиониха 9 миллиардов. Реальная скорпиониха она. Тотали. Вообще, мне кажется, пришла в этот... Когда крылатые качели... Нет, когда тебе нужны очень быстрые скороходы, чтобы бабки сгрести. Мы срочно покупаем для Ким обложку и для Кайли победу в Street Journal, хотя ее бренду 20 секунд. Я тебе, б***ь, вокруг сходит с ума. Это, конечно, единственный способ, с этим справиться, это просто, б***ь, из-за этого начать на этом зарабатывать бабки. Да, да, нет, вообще, мое лицо. Потому что, если честно, можно юбиться. Я тебе говорю, и мы ржем... У них там был... Я видела какой-то клип, где Ким говорит, вот, Кайли теперь любимый ребенок. Я думаю, ну да, потому что Кайли теперь бабки несет. Конечно, конечно, она беляньярша. Просто паровозик чух-чух, е**ь-то. Но я 5 поставлю по стилю, но за уважение 10. Да, но я поставлю 7. Из-за уважения к ней, но стиль нет. Сильная женщина? Сильная, очень. Очень. Вообще, респект. Она очень вдохновляющая. Так, что ты такое? Отличный комментарий. Ну, я не понимаю. Его обязательно стоять. Какие-то... Ну, я не знаю, кто это. Пускай это будет, ну, какая-нибудь актриса. Пускай это будет. Абсолютно. Кстати, это вполне подходит этому человеку. Ей это подходит. Пускай будет Кэмерон Диас. Это не она абсолютно точно. Но мне просто... Я не понимаю, кто это. Белая актриса. Ну, в принципе, оно. Это цисгендерная белая женщина. Цисгендерная белая актриса. Белая актриса. Абсолютно так. Yes. Ксения Анатольевна сильная женщина? Очень. Вообще, мне кажется, уровень хейта и пи***ца, который... Пи***цов много в жизни. И ничего, человек-то двигается на ровно. А тебе нравится, как Сапчак одевается? Скиапарелли хороший. Не всегда, но иногда. Но скиапарелли оху**анная луга. Извините. Скиапарелли мне очень нравится. И вот это мне сотрясается. Я подобрал... Стараюсь. С любовью? Да, потому что Ксения Анатольевна может. Ты все надеешься, что тебе вернут деньги. За работу. Не подливай. Масло в огонь. О, вот это вот интересно. Ксения Анатольевна получает у меня девятку. Ой, б***ь. Ты забыла ставить. Извините, восьми. Девятку. Восьмь. Семь. Нет, семь, дайте семь. Что-то восемь доху**ля Ксения Анатольевна. Разгонан. Опять долги какие-то, да, вспомнился? Твою б***ь. Так. Что это? Чучука! Что это? Это белая женщина. Судя по ее... Цизгендерная? Цизгендерная. Цизгендерная белая женщина. Одежда, которая мне не нравится, она американка. Не нравится тебе одежда? Мне не нравится. А почему ты... А как? Подожди, стоп. Поясни. А тебе не нравится, как одеваются американцы? Ну, часто. Часто не очень. Ну, не все. Есть типа модные, прямодненные, я не знаю... У тебя есть виза? Конечно. Отмена по визе. Нет. Прям очень. Не очень. Прикольно. И омерзительные ногти. Мне не нравится отсюда. Она жестила. Предположение, кто из американок тогда это? Сильная женщина должна быть американка. Так, ну, это явно никто, это не из шоу-бизнеса. Думаешь? Точно. А вдруг поет. Твое предложение. Так, американка, белая, типа сильная женщина. Ну, какая-нибудь Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон. Почему? Потому что я, прежде всего, знаешь, почему думаю, что это Хиллари? Почему? Потому что синий цвет она обожает. Хиллари Клинтон, ты была абсолютно права. А вот эти бусики у***ные. Хиллари, как ты думаешь, соответствует ли она, ее стиль, ее внешний вид, ее статусу? Ну, вот статус у кого? Типа... Ну, например... Она, во-первых, очень любит вот это, знаешь, бирюза, кобальт. Вот это вот карминовый, малиновый, ядревитинский. Да, да, это ты, кстати, правильно отметила. Потому что вообще в целом в политике Америки особенно всегда выбирают монохромные базы. Да, 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 и более поспокойнее. Да, 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 и она прям вот одна из... Она такая, я молодежная, я нести вумен. Я вот не разделяю позицию, что если ты женщина, тебе должны нравиться вот априори все женщины просто, потому что они женщины. Да, то есть я считаю, что я имею право. Нет, есть такая позиция... Да я про стиль сейчас, ну да, не нравится. Ну, так вот, и мне не нравится ее стилем. А как она должна выглядеть? Просто более по-деловому, менее комично, менее мемно, менее ярко. Ну, для меня она... Короче, я тебе объясню, я тебе объясню. Давай. Мне кажется, что для меня нет такого, что, ой, человек плохо оделся. Потому что ты можешь одеться там максимально для кого-то несуразно, но от того, как ты себя в этом несешь, это воспринимается. Для меня так. Потому что я видела людей, которые как будто бы, ну, для кого-то одеты херня, Света Яковлева. Ну, они так органично в этом смотрятся, и такой вопросов нет. Вот когда я на нее смотрю, нет ощущения, что это как-то органично или естественно. У меня ощущение, что это всегда все очень стейджет, постановочно. Переписываем здесь. Вот здесь. Извините. Вот, поэтому мне не нравится. И вот эти поставлю шестерочку. Я тоже, кстати, поставлю шестерочку. Ну, то есть... Ну, то есть это... Ну, как бы, да. Не вау, да. Yes. Кто вот это? Ой, боже мой. Это какая-то чучука. Ой, я даже не знаю. Если честно, я даже не знаю. Тоже я хотя бы знаю. А, я знаю, кто это. Так, короче, я, получается, вообще угадываю всех на земле женщин, да? Да, давай. Три, два, один. Ну, пускай будет Сара Джессика Паркер. Пинцесс Диана. А, ну, слишком же красиво. Это, кстати... Нет, подожди. Этот лук я вообще у нее никогда не видела. А ты думаешь, я тебе что здесь ставлю? Ой, очевидно. Очевидное? Слушай, знаешь, что меня смутило? Меня просто абсолютно не... Это же шуба. Что это, наверное? Да, да, это только смехом. Вот это меня смутило, потому что я никогда не видела ее в шубе, и как-то у меня она с ним не особо клеится. Да, на самом деле, как бы... Сознастись, он такой тяжеленький, как будто, для нее. Да, 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 да. Но интересно все равно, потому что я люблю вот такой стиль. Я люблю это пауэрум. Для меня это пауэрум от Каролина Эрера так одевается. И у нее есть... Я обожаю белую сорочку и массивное украшение. Это самый простой прием. И мне кажется, когда ты в возрасте, это... Ну как все в возрасте? Это, наверное, плохо. Когда тебе за 40, ты можешь очень легко выглядеть элегантно. Это свои ювелирные украшения, на которые ты уже заработала. Ну, и ты такая... Да, 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 да. И просто белая сорочка, идеально у тебя сидящая. Ну, как бы принцесса Диана классическая. Вот видишь, да, вот это вот больше похоже. Да, какие-то... Ну, это понятно, это очевидно. Ну, вот эти, да, знаковые все моменты. И в целом, ну... Кстати, знаешь, что мне нравится? Я вот не очень люблю колготки. Вообще не люблю. Но мне, как сказать, мне просто раздражает сам факт их надевания. И из-за этого... Это первое. А как следствие, мне не очень нравятся луки с ними. Но, но, типа на ней, вот уже второй раз, потому что первый тоже был как будто ботильоны с колготками или что-то такое. Это выглядит довольно симпатично. Поэтому, извините, но 10 принцессы Дианы и Кона... Да, Дианка... Я считаю, что знаешь, почему еще прикол 10? То есть даже если сейчас нам это все кажется... Десяточка. Если сейчас нам это кажется супер базой, ничего такого, а в тот момент это был вообще разрыв шаблона, чтобы, типа, принцесса, королевских кровей... Аристократка вот так могла выйти, могла там пойти спокойно одеться, там, обняться с людьми, у которых спит и так далее. Это, знаете ли, брейкфру. Поэтому она реально сильная женщина. И здесь вопросов ноль. Плачут небеса о тебе, о тебе. Я не буду говорить, что я не вижу цвета. Я вижу цвет. Это какая-нибудь Трейси Эллис Росс, я не знаю, кто это. Нет, ну это не Риана, потому что я не представляю, что она вот так одевается. Меня видишь, я честно скажу, мне не очень нравится электрический синий вот этот вот оттенок. Пускай это будет опра, я не знаю. Мишель Обама, ну близко. Блин, Мишель Обама... Слушай, у меня, если честно, нет какого-то невероятно сильного мнения на ее счет, потому что я не так глубоко... Я помню, что она, пока он был президентом, точно занималась какими-то программами, связанными с едой и тем, что... Обучением, да, обучением, чтобы... Да, потому что у него же это был Обама Кер, а у нее в параллель с этим, что у нас хреновое питание в школах и так далее. Но я так... Мне кажется, знаешь, я больше вижу его дочерей и новостей про его дочерей, чем про нее сейчас. Это прикольный здесь череда луков, потому что это уже после срока она выпустила книгу, и это последний тур, и все начали оговорить о ней вновь, как о человеке, который кардинально изменился внешне, и ее стилист для промоутинга тура книги начал использовать какие-то кардинальные сложные образы. Например, вот такое, или платье вот такое денимное. Смотри, они пришли в этом году на US Open. Они, кстати, очень мило смотрятся, если честно. Да, и вот представьте... И тем более на US Open. И самое удивительное, я верю в их чистоту. Безусловно, там есть какие-то проблемы. Ну да, но вот... Но я не вижу здесь токсиков, как с другими первыми летами. Вот мне кажется, Клинтоны дома такие. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. А эти нормальные. Они в целом дома, я не думаю, что видятся. Да-да. А эти прям как будто бы... Разные спальни, пожалуйста. Говорят, что приготовила, то и ешь. Да. Вон там это, leftovers, ассотки. Да-да-да-да-да. И мне нравится, что... Мне в целом хорошее впечатление. Я ставлю, наверное, семерку. Ну, наверное, да. Да, это точно больше, чем Хиллари. Но еще не восьмой. Это точно больше и сложнее, и интереснее, чем Хиллари. Да, это точно. И она... Знаешь, в чем еще разница? У нее прикольно эволюционирует стиль. То есть мы вот посмотрели, какой он был, какой он стал. И она на какие-то эксперименты идет. Хай! Хай! Get Images! Здравствуйте! 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 Ну, это я просто знаю. Чучука! Ну, кто это? Это Тэтчер, наверное. Да? Я, конечно, знаю, наверное. Как ты поняла, что это она? Ну, потому что вот это она тоже любила очень. Я только сейчас поняла, что, возможно, Клинтон с нее-то, на самом деле, и слизавая. Я тебе объясню. Синий. Да. Вообще один из любимых цветов политиков. Есть психологические исследования, что синий делает тебя доступнее, понятнее. И демократичнее. И ближнее, да, демократичнее. И темно-синий цвет, на самом деле, это такой переход от... Ну, когда ты стараешься быть ближе к народу. Трамп редко одевает синий. Очень редко. И ничего, знаешь ли, справляется. Да-да-да. Потому что он пи***ет так, что народ такой наш. Ты была права, это, конечно же, Маргаритка. Бузька. Вот это... Сила, противостояние и... Кстати, вот это и идет. И любовь к моде. Я тебе хочу сказать, что, кстати, неплохо... Ну, как бы, вот даже так, если закрыть лицо... Лицо. Да. Не изсерить, что я лукист, но просто, чтобы, да, не знать, кто это, и не иметь предубеждения, что это Маргарет Тэтчер, мразь. Вот. То... Ну, ее же очень любили. Вот. То мне, кстати, очень нравятся некоторые луки. Ну, то есть вот красные... Нет, с точки зрения... И вот этот мне вообще очень, честно, нравится. С точки зрения ее образа, мне кажется, он ей суперсоответственно. Такая чуть-чуть цыганка. Да. Угу. Чуть-чуть богатство. Мы тут золото, тут Шанель. Тут жемчуга, да? И посмотри, королевка, где у нас идет. Вот это мне очень нравится. Королевка рядом, да? И кто из них королева, да? Очень хорошенькая. Добрый вечер в каком-то Шанеле, возможно. Возможно, потенциально. Потенциально, да. Ну, короче, ее... Вот понимаешь, в чем прикол? Вот она же, ну, мягко говоря, занимала очень важную должность на протяжении очень долгого времени и делала очень серьезные дела. И при этом, ну, то есть она и в каких-то костюмах, и в платьях. У нее нет... Вот как у Хиллари, почему, например, я точно ей поставлю оценку выше, чем Хиллари? Потому что здесь есть, ну, разнообразие. She's versatile, you know? То есть там прям палитра, с которой она работает. А здесь все такое... Мы очень переживаем, нравимся мы или не нравимся. А ей как будто бы насрать. Нравится она, не нравится. И это, ну, в хорошем смысле видно. Но мне кажется, ей еще все это... Нет, ей нравится шмот. Ей нравится наряжаться. Нравится шмот. Ей нравится как будто бы демонстрировать. Нравилось. Не знаю, но я не могу сказать, что восторг. Есть какие-то определенные моменты стиля, но он, скорее, для меня китчевый для политика. Короче, сколько ставим? Семерку. Thank you. Так, кто ты? Я не понимаю. Какая-нибудь Гейт Бланш? Это кто это? Нет, у нее никогда не было таких рукавов. Что ты такая сильная женщина? Может, Софья Коппола так оделась? Не знаю. Я пытаюсь понять, кто сильная женщина. Как ты такая приделась? Сху**ли, так Софья Коппола оделась. Ну, я просто такая думаю, так, наверное, вы мне подобрали режиссерку какую-то. Я такая, так, ну, кто у меня мог так одеться? По-другому более банально. Да? А, тогда кто это? Говори, как чувствуешь? Наталья Портман какая. Не, ну, маленькая она должна быть. Ну, нет, чуть-чуть сложновато, согласен. Марго Робби. Как ты думаешь, сферу деятельности давай хотя бы решим? Ну, актриса, наверное. А, Кейт Миддл? Господи, я никогда не видела этот фильм. А что такое вот это вот за белый лебедь, да? На пруду? Я вообще, если честно, в ужасе. Я просто такая думаю, а кто ей разрешил? Ну, разрешил, потому что там же все-таки тоже они смотрят, во что они надеваются. Ну, это как бы типа вроде бы, да? Вау. Чуть-чуть московский кинофестивалям отдает, да? Начнем с этого. Вот, когда, во-первых, было закрыто лицо, как-то это у меня меньше все. Было более органично. Органично, согласись. Просто серьги и длинные волосы, и это все. У меня вот ощущение, что это вот реально, знаешь, как вот такие вот костюмчики, где ты там двигаешь первую верхнюю часть, и голова меня. Знаешь, что это такое? Это бафта. Вот, да, я вижу бафту. Да, 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 прикинь. И она такая, я тоже как будто играла в кино. Я тоже золотая маска. Ну. Ну, вау, да, скажи. Это прям я специально, да, чтобы мы вот так вот сделали. Ну, это шок контент. Да, но при этом мне нравится, что вот она с точки зрения политика, ну, как бы, как мне кажется. И будущей королевы потенциально. Да, я в восторге. Вообще, вот это, посмотри. Я прям, это вкусненько это делаю. Мне очень нравится. Мне нравится количество мейка. Чурмян я бы даже меньше делал. Мне нравится, это всегда легкая волна и движение в волосах. Да, мне очень нравится. Ее улыбка. Вот это вот все, знаешь, как бы простенько, но при этом все хорошо. Мне нравится. Вот стиль Кейт Миддлтон и органичности этого стиля у меня вот как с Милани особо не вызывает вопросов. Ну, это платье, конечно, первое. Вот это вот за что? Зачем это малина? Я почему... Цвет этот не любишь? Ты знаешь... Это просто не очень свежая фотография, но если мы возьмем просто контекст цвета, уберем, да? Нет, контекст цвета, вот эти клешики, вообще нормально. Идеальной длины, да, понимаешь? Нету никаких заломов. Очень хорошо. Все хорошо сидит. И вроде бы просто водолазка. Этот хуй сзади идет, там, недовольный. А она? Она такая, а у меня уже все нормально. Моя консервизация из дворца. И она такая, на-на-на. Все хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, девяточку, кстати, я бы не поставила. Я бы, да, я бы ебнул, я вообще в новую девятку. Потому что мне нравится. Мы добрые. Девятундель. Так, ну кто это? Так, здрасте. Здрасте. Кто ты? Леди Гага, что ли? Я шучу. Так, интересно. Ну, это какая-то поп-дива, мне кажется. Может, это Селиндион? Пускай будет Селиндион. Пускай будет Селиндион. Ну, это потому что уже, видишь, да, возраст. И это период такой... Ну, это прямо очень уже... Ну, это... Охренительный лук. Вау. Это охренительный лук. Скажи какой-то прям... Это зеленое плечо. Это она уже Анасис, мне кажется, если честно. Она уже не Кеннеди. Она уже с Анасисом такая... Я теперь жена миллиардер. Ну что, с точки зрения стиля? Ой, я очень люблю. Ты при этом же вот такая, вот эти американцы. Ну, вот одна. Ну, это, блин, одна цаи. Это исключение подтверждающее правило. Валентина, пожалуйста, посмотри. Не, она у меня получит десяточку, потому что вообще... Это, по-моему, даже Элвебл или что это было? Нет, это Валентина, да. Не-не-не. Ну, это, конечно, вот я не очень люблю эти салфетки свадебные, но... Да, ну, это и года там какие-то, да, когда все вот так... Ну, вот первый лук, если честно, это прям... Это прям десятка. Ну, я вот прям такое надела. Да, это, кстати, Люга, что такое тебе пойдет? Очень нравится, я обожаю. Получается, ты что, она Джеки Кеннеди, а? Она Лев, кстати. Она Лев. Но, нет, это просто раз*****ный лук. Прям мне очень нравится. И, знаешь, по фасону, по всему. Я поставлю десяточку. Получается, тебе перчатки нужно. Подождите, мне... А, она в перчатке? Ну, перчатки не так страшно. У меня, кстати, была долгое время коллекция перчаток. Я их сейчас продаю, потому что я понимаю, что я их не ношу. Где купить? У меня есть телеграм-канал. Вещицы Дукалис. Я туда их спак. У меня тоже есть. У меня есть карта Клосс, поэтому налетай. Ресейл, друзья. Кто это? Шон Эль? Нет? А, я думаю, кто такая Шон Эль? Кто этот человек? Шон Эль. Шон Эль, наверное. Ну, по бусикам ее зовут. А зовут? Коко. Ну, Габриэль, Габриэль. Коко нельзя ее называть. Ей же не нравилось Коко. Какое-то, типа, была ее какая-то кличка. Погоняла детская, да. Погоняла, да. Вот ее, кстати, я очень люблю. Очень, не очень, выставка в Лондоне Шон Эль. Сейчас я расстроилась. Проблема белых людей, рубрика. Ну, великолепно. Что тут говорить с точки зрения стиля? Ну, тут десятка по-любому. Вообще десятка. Я не говорю о бренде. Мне очень нравится. Я говорю о том, до какой степени человек привяжен своему видению. Как она к этому пришла. И как, что это все олицетворяло. Поэтому я, скорее всего, тоже умру в джинсах, кроссовках и худи. Тоже, я не знаю, с кем я себя сложу. С Коко Шон Эль. Пишите в комментариях, насколько я близок к Коко Шон Эль. Невероятно близок. Я думаю, метр полтора-два. Так, ой. Это подстава. Это подстава? Да. Учитывая, что это подстава, догадайтесь, телезрители, кто перед вами сейчас на экране. Ой, я даже не знаю. Не понимаю. Ну, кстати, мне вот это платьишко, если честно, нравится. Да, платье, кстати, топ. Я согласен с тобой. Мне очень нравится. Я такая, блин, прикольно. При этом фотка в 80-х. Да ладно. Блин, очень красивая. Ну, это кто-то тощенький, хорошенький. Пускай это будет Шер. Не знаю, кто в 80-х у меня такой. Шер? Вот так. Ну да, Шер нет. Я понимаю. Я просто вспомню, кто из 80-х, типа, кого мы могли дать, как сильную женщину. Стиль современный кардинально отличается от того, что здесь представлено. Давай я скажу Сигурни Уивер. Это точно не она. Это Сигурни Уивер. Абсолютно точно. Я в восторге от этого образа, потому что могла сжимать, да? Это очень нравится, если честно. Сильная женщина. Очень. Мне очень нравится это платье. Сори, еще расскажу. Просто оно так еще красиво сфоткали. Это что вообще? Это пайетки или это как по карабану какая-то плетенка? Я думаю, что это... Мне кажется, если честно, это может быть даже какой-нибудь Армани, и это какой-нибудь... Хотя я вообще, если честно, не понимаю, что это могу... Анна Вентур до очков, это вообще, мне кажется, отдельный человек. Потому что я когда нахожу эти фотки, она там все время такая... Ну, а очень сильная женщина. Я уверена. И я уверена, что ей с каким-то огромным количеством негатива приходится сталкиваться. Очень большим. Слышишь, американский ВОГ, это же вообще моща. Она хэт всех ВОГов. Уже всех, понимаешь? Да, и мой любимый момент из последних, когда было черно, вот это вот, они сейчас делают какие-то показы, восторгая себя из разных дизайнеров. Когда Lil Nas X выступал на... Где-то они на Манхэттене, или где-то они делали показ прямо на улице. Он сидел рядом с ней, и она сидела в очках, и она такая типа... Кайфовала? Нет, она смотрит, и по ней видно, что она вау, от того, как время поменялось. То есть она такая типа, а он там, не помню песню. Call me by your name. Да, и вокруг вьются парни, и она такая... Да. Да, конечно. Я уже все в этой жизни повидала. Я уже обидывала на дерьмо. Да-да-да, я уже... Какой лук. Вот я такое моно люблю. Видишь, оно такое немножечко, так сказать, орнаментом, плетеночкой, и очень красиво. Потрясающе. И нужно иметь вообще в целом яйца, для того, чтобы выбрать какой-то силуэт, не относящаясь к тренду, и сделать его знаковым. И вот эти шелкалы-рубашечки. И просто ходить, и интерпретировать его из года в год. Очень нравится. Но в целом, я тебе говорю, это как мои джинсы и худи. Вот у меня есть 100 худи, 100 джинс. Вот это вот примерно то же самое, только в ее... Анна Вентур, Коко Шанель, и Георгий Карцев. И Гошка Карцев. Коко Шанель, и Гошка Карцев. Да. Сколько с вами, Аня? Десять. Десять из десяти. Десять из десяти вообще. Не то, что мы подмазываемся, это очень модно, просто с точки зрения стиля, это отпечаток. Так, что это вообще происходит? Какой-то краб. Я не понимать. Какая-то невеста. Это ты? Это фотки твои? Это свадьба моя, да. Ну это Граймс, может. Я не знаю, кто так, типа, наряжается. Интересный ход. Мне надо дальше гадать? Я не знаю. Я измором беру в этом проекте. Ну это седина или волосы? Я не понимаю. Так, ну... Это как поможет? Я пойму, кто это... А как тёлка у Маска звали? Граймс. Граймс, да. Я подумала, что это Граймс. Ну да, да. Есть что-то в её стильке. Ну чуть-чуть мало ебаться для Граймс. Ну да, да, не хватает. Какой-то меч нужен, да, что-то такое. Вот потеряла, да, где-то... Ну вот, может, она там сзади... Блин, ну кто же ты такая какая-то... Бивье, ну вот, я же говорю, супер. She is the icon, she is the legend. She is the moment. Блин, она топовая. И мне... Блин, вот эта оптическая иллюзия меня сейчас жёстко вымает. Сейчас я... Ты понял, о чём я жёстко? Я тоже её увидел. Я такая... Ой, непон. Она же умерла недавно, Пуся. Что... Ну земля и пуховик. Или что-то... Что-то ржёстко. Умерла и умерла. Ну она панк в лучшем смысле этого слова. Я вообще 10 из 10. И свадебное платье у неё тоже топовое. Вот я когда... Мы моё делали. Я смотрела Vivienne West в платье. Я говорю, берём как базу. Очень классно. Очень классно. Вообще. Ну, короче. Вот смотри, опять же. Здесь будет 10 из 10, потому что она воплощение, мне кажется, аутентичности, воплощение своего бренда. И вот она делает какие-то отбитые, но при этом... Да. Она искусство. Да. Она бизнес-вумен. Она... Как она за человек, который пропагандирует ценности? Типа там, ледники вот эти оху... Спасить планету. Активистка? Активистка. Слов забыл? Редкая сейчас мы услышали. Редкая, очень. Да. Поэтому активистка, чемпионка, спортсменка. Вообще, молодец. Десяточку сталь. 10. 10. 10 из 10. Лет уже... Может, работа. А это сильная женщина. Зай. Ну, кстати, мне нравится стиль. Мне очень нравится этот лук вообще. Очень нравится, если честно. Прямо это такой стрит-стайл вкуснейший. Без хуйни. Да, очень нравится. Не понимаю, кто это, но Дженнифер Лоурц сейчас так одевается. Но это не она. Дженнифер Лоурц только не одевается. У нее прикольный сейчас стилист. Колготки. Колготки. С баса ножками. Ну, колготочки, да. Это, конечно, вот нюанс. Блин, вообще не знаю, честно говоря. Хоть поле мне назовите. Хоть откуда. В каком поле? Ну, во-первых, она женщина. Ну, это уже миллиарда четыре человек. Ну, ладно, это мюча. О, Мася. Посмотри, как хороша. Мася, да. Ой, гений от моды. Стильнейшая всегда. Как она вкусно несет свою одежду. Крайне редко, когда дизайнер так понимает. Ну, это 10. Я не знаю, мюча. Там вообще даже нечего обсуждать. Да, мюча — это просто то, что нужно просто принять. И мне нравится, видишь, что опять мы можем посмотреть, что не обязательно быть 90-60-90, чтобы как-то интересно одеться. Да, кстати, кстати. Спасибо! Спасибо! Но да, суперклассно. И мне нравится, что она кайфует от того, что делает. Посмотри, вот эти принты, моя бусинка. Ну, короче. Принты, сложные материалы, работа с архивами, работа с искусством. Да, при этом такие достаточно простые, как будто бы фасоны архитектурные, да? Да, да. Как круто это все в легенду вплетено. Першки. Очень нравится. Как классно с точки зрения, бизнеса это построено. Что Prada сама независимый холдинг. Не у Меучка отдельно. Да, что это в целом, там типа четыре бренда не принадлежит никакому конгломерату. Это офигенно круто. Поэтому респект и иконы. Дай бог ей вообще долгих лет жизни, потому что я прям обожаю, что делает Меучка. Это всегда сложно, тяжело, крутая инвестиция, классная качество. И у них, по-моему, не было никаких других креативных директоров, кроме нее. Но сейчас же она с Рафом работает. Раф Симмонс, ее помощник. И у нее... Ну да, она в целом на себе много чуть тянет. У нее были приглашены в спортивную линейку, еще кто-то. Но она креативный директор Мастодонт. Но она не самого, кстати, началого. Да? Да, то есть она как-то типа плавно входила в эту должность, но бизнес тоже развивался вместе с ней. Короче, это прям типа Ike. She's a Nike and she's a legend. She's a moment. Yes. Так, ты кто, блядь? Ну, шуба лежит. Блядь, Три Коуанс, конечно. Да, конечно, интересно, что это. Цвета чисто Марина Абрамович, это югославская барокко. Так, я ХЗ. Ну, я думаю, что это какой-то artsy person. Да, kind of. Как будто бы кто-то. Уже не фэшн, а как будто мы двинулись куда-то дальше, может быть. Ну ты актриса, вряд ли. Бизнесвумен, не понимаю, кто это. Было бы смешно, если бы это была эта, знаешь, которая Терранос придумала Элизабет Холмс. Ну это она, кровь. Как бы все, в принципе, Ксюша симпатично. Блин, не знаю, пускай будет, не успел. Но я бы не угадала мою преседскую. Конечно, не угадала. Вообще бы. Ебать, посмотри, реально Рик. Рик, просто королева. Просто, да? Просто союз нерушимый. Вот это оно. Блин, ну она, конечно, супер королевешная. Вот, кстати, 10 из 10 у меня получат. Ебать, твоя. Тут она в этом луке была такая, эо. Как хороша с точки зрения стиля. Она прям. Ой. Ну а вот она прям редкая дива. Дива, дива. Дивейшая. Очень хорошо. Очень нравится. 10 из 10. 10 из 10. И вот этот последний черный лук, это было просто прекрасно. А я вот в этом восторге. Ну это Крина Истомина, во-первых. Очевидно. Либо Фрида Кало. Не знаю. Кто-то из них. Блин, гейбет. Ну вот. Ну потому что, знаешь, как я угадала? Потому что мужская одежда, она же у Диего пи***ва вещи. У них там был взаимный обмен. И плюс вот эта посадка, чисто вот тоже обожаю вот это. Вот так она сидит. Мэнспрэйдинг такой, да? Ну красиво, хорошо сидит. Вообще скошно. Наш. Я бы с ней, конечно, покурила так на улице. Под жарой. Охуя. Хуя на выгляд. Обожаю эту фотографию. Вот это вот, знаешь, чисто... Мне очень нравится. Я первый раз ее увидела, но... Я тоже, когда готовася, прикинь. 10-10. Потому что вот она обычно вот так. Да, я вот этот арт, вот это не люблю, но при этом до какой степени узнаваемый образ, как это все всегда считывается. Это такой крутой стиль. Здесь все понятно, да. Бабка на чайнике, но все равно там, конечно, за этим стоит все интересно. Короче, очень нравится, когда вот там... Вот как у Вентур были вот эти фактурочки, здесь тоже. А, оценка... Что-то ничего. Да 10 из 10. Ну е-мое, ну что? Да, кайф, кайф, кайф. Особенно за первую... Хорошая вообще... Так, привет. Мы тут тиктокеров смотрим, то еще кого-то, и комиков, и ты думаешь, бля, какая боль. А сегодня прям, знаешь... Кажется, каждый раз мы встречаемся, как-то спокойно. Да, что-то, что-то даже. Что жопы зашивать обсуждаем, когда она. То Канни, то вот Фриду Кауа. Так, ты, бля, кто? Мэрил Стрип, что ли? Да говори. А вы могли Кройл Девиль туда поставить? Как сильную женщину. Да. Как активистку. Активистка, да. За права шуб. Да, да, да. Так, кто ты такая? Значит, я не знаю, кто ты. Когти супер. Значит, это что-то... Это, наверное, музыкантка. Но Киффа так не одевалась. Нет. Так. Это ивгославская барокка подруга. Да, это Маринка? Ну, Маринка, вот. Это был следующий вопрос. Ну, хороша. Хороша. Мариня вообще... Сильная женщина? Она очень сильная. Ее вот эта первая... Ну, не первая, а, короче, самая известная это история про то, что 72 объекта, и люди могли делать себе все, что хотят. Да, да, да. Там все эти объекты лежали. Я просто это смотрю, я думаю, ебать, ну это в жизни бы. Ты тут людям не можешь доверить, чтобы они с Озона заказали тебе капли, а тут ты доверяешь им свою жизнь и какие-то еще вещи. Короче, очень сильная женщина, и мне кажется, это невероятная креативная мощь, которая на протяжении, ну, десятилетий выдает что-то новое. Мне кажется, она, ну, сильнейший художник из тех, кто живет сейчас. Ну, 10. Здесь будет 10 дней, тоже нет вопросов с точки зрения, типа, ну, одежды, и она художник. Ну, она художник, вот она одевается, соответственно, вот эта вот абсолютная тьма, видненский фольклорчик, флорчик, все еще прекрасно. Ноль. Если бы она одевалась как Анна Вентура, это больше бы вызывало вопросов. При этом я уверена, что денег у нее достаточно, просто это все не нужно. Баллы. Ну, нет, ну, 10-10, 10-10. 10-10. Итак, сегодня в нашем шоу «Угадай звезду по одежде» с Ксенией Дукалис. Да. Это был последний? Да. Вау. Мы выяснили. Точно? Топ-3. Сильные женщины, точнее, три первых места, по нашей версии, на канале MTV в нашем девять... Ахаха, блядь. Мы реально донят от Садко Старк. Добрый день. Принцесса Диана, Коко Шанель, Анна Винтер, Вильян Вестфорд, Милочио Прадо, Майя Брисецкая, Фрида Калла, Марина Абрамович. Ну, вообще, ну, жирно... Шикарно, шикарно. Не докопаешься. Ну, вообще, лист. Нормальный. Ну, не докопаешься. И почти все в нем мертвы. Так что мы не социальные шлюхи. Мы не получим никакой, ну, прибыли от этого. Ты зря так. А ты знаешь, что я тебе хочу еще отметить? Ну, какие мне... В нашу топовую девятку не вошла ни одна темнокожая. Ну, Фрида Калла, Мексикан. Но пару евреев там есть. Да, Мик, Фрида Калла, Мексикан. Это все. Это все. Кэнцелем. Дорогие друзья, кэнцелем. Ксюша Дукали в комментариях. Он делает цик. Поэтому, дорогие друзья, спасибо, что вы не переключили канал. Канал Ксюша в описании. Канал мой в телеге. Там шау-фау. Пожалуйста, комментируем. Активно участвуем. Ну, понимаем, да, что мы просто жесткие, но все равно мы добрые. Да, мы никогда не осуждаем людей. Мы только одежду чуть-чуть так, типа... Пип! Пип-пип! Конечно. Тебе надо что-то прорекламировать, кроме реки? Ничего. Кроме реки ничего. Вот, пейте. Добавляйте туда всякие другие напитки, чтобы это был коктейл. И все у вас будет замечательно. Все. Канал, спасибо большое, что пришла. К тебе идет наш вестник правды с благодарностью в виде тематического букета цветов. Вау! Спасибо! Ура! Всем пока! Всем пока! Сейчас же или вчера, или позавчера будет рождение Байдена, и они выложили торт, где 81 свеча, и он угорит, как масленица. А, да-да-да, я ее видела. Фая! После определенного возраста не надо зажигать свечи.